Всем привет, друзья! Вы на канале Тойбокс. Сегодня у нас с вами новинка от Бургер Кинга. Новая акция, мимо которой, конечно же, я не могла никак пройти мимо. Все потому, что в Бургер Кинге появился союз мультбокс с любимыми героями детства. Винни-Пухом, Карлосоном, Волком и Знук Погади, Котом Матроскиным и другими классными персонажами. В каждом боксе спрятан мультяш вместе со вкусным комбом. Я вам, для примера, две коробочки оставила показать с вот таким классным, ярким детским оформлением. Вот эти боксики продаются. С одной стороны, у нас коллекция изображена, в принципе, как и на специальном боксе для хранения этих персонажей. Все известные, все, наверное, даже самые любимые персонажи попадутся здесь в этом боксе. Очень-очень привлекательно. Сразу хочется, конечно же, всю коллекцию собрать. Кот Матроскин в этой коллекции самый редкий. Посмотрите, как он на боксе для хранения изображен как бы во главе всех. Видите, на крыше как будто бы котика расположили. Самый редкий написали для него окошком. И давайте сразу, раз я взяла в руки этот боксик для хранения. Он тоже продается отдельно в Бургер Кинге. 200 рублей его стоимость. 12 окошек с разными персонажами. Внутри специализированы для них места. То есть, прямо выдавлены специальные такие отсеки, куда наши игрушечки прямо хорошо должны встать. И не вываливаться, не болтаться там, а крепко быть зафиксированным, чтобы не потеряться. Вообще, очень тоже привлекательно так выглядит. Хорошо, я бы даже сказала, упаковка. Посмотрим, как на деле будет, как туда встанут наши игрушечки. Ну, а стоимость бокса. Значит, в комплектацию этого бокса был бургер, картошка фриз, сок, ну и сама игрушечка. И стоимость 300 рублей. Бургер маленький, чизбургер самый дешевый, мне кажется, из всей коллекции бургеров. Ну и роган бургер, только обычно еще дешевле. Я бы даже сказала, наверное, дороговато за 300 рублей за такую комплектацию. Потому что с этики можно купить в Бургер Кинге побольше со 100, он тоже за 300 рублей. Ну, видимо, здесь основная стоимость пошла на игрушечки. Я купила целых 7 для вас боксов. Надеюсь, что будет минимальное количество повторок, потому что хочется побольше посмотреть. Теперь о пакетиках. Во-первых, они очень классно выполнены. Видите, в такой глянцевой упаковке, качественной, яркой. Они немного надуты воздухом, поэтому прощупывание усложняется, скажем так. Можно, наверное, если долго, много времени потратить. Все-таки как-то там их распознавать вот этим щупанием. Но мне вот тяжеловато. Я попыталась на кассе, это, конечно, практически было нереально. Поэтому взяла то, что мне дали. Также я просмотрела никаких кодов, никаких, не знаю, наименований, громовки. Никаких отличий пакетиков друг от друга я не нашла. Я имею в виду с той целью, что, может быть, можно как-то без повторок опойтись по каким-то кодам распознать. Нет, я ничего не нашла. Никаких отличий, никаких номеров, ничего. Ни штрих-кодов, ничего нет. Информация везде написана стандартная. В принципе, только на вашу удачу получается. И везение будет зависеть от этого, соберете вы без повторок коллекцию или нет. Ну или нужно быть еще профессиональным щупателем, тоже как вариант. Еще один момент, конечно, я вам хотела бы упомянуть. Все, кто покупает эти боксики, принимают участие в розыгрыше 100 тысяч бонусов спасибо от Сбербанка. Но для этого нужно свою покупку оплатить карточкой Сбербанка или же по Сберпэй. Тогда вы автоматически принимаете участие. Вот здесь по QR-кодику можете узнать подробности. Кому интересно, кто хочет поучаствовать. Я вот купила 7 боксиков. Практически уверена в своей победе. Надеюсь, мне повезет. Будем ждать розыгрыша. Ну что, мы с вами давайте не будем затягивать и начнем распаковочку. Так, открываем первый. Заветный пакетик. Пока не страшно. Первая игрушечка наша сегодня это... Самый редкий кот Матроски. Он у нас самый первый выпал. Ничего себе. Это 2D игрушечки на такой подставочке. Они, видимо, будут хорошенечко стоять. Посмотрите, как корону сделали нашему котику Матроскину. Она вся прямо сверкает, блестит. Блестками посыпана и сзади, и спереди. Прорисовочка хорошая, я вам скажу. Сзади, посмотрите, как все качественно. Все полосочки выдавили. Все просто выбито. Замечательно. Ручкой Маша держит логотип Бургер Кинга. Приветствует всех в кафе и вызывает кушать бургеры. Ну, слушайте, очень необычная первая находка. Начать с самой резкой. Это, конечно, надо уметь. Ну, давайте попробуем открыть тогда и поставить на место. Открываем-то у него отсек. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как-то неудачно получилось у меня первое открывание. Так, смотрим. Здесь вот выдавлено, видите, прямо силуэт этого котика для того, чтобы он очень хорошо у нас туда встал, вот так вот поместился. И уверенно стоял на своем месте. Вот такой вот котик. Можно, конечно же, наверное, закрыть ему его домик. Ну, к сожалению, я хочу сказать, уже как-то не презентабельно выглядит. Уже, видите, прорвалось при открывании немножко дверца. Как-то хотелось бы получше, чтобы выглядело, покачественно сделано. Но к внутренностям, в принципе, претензий нет. Можно очень даже качественно хранить игрушечки. Так, давайте, поехали дальше. Открываем следующий. Наверное, с вами сейчас все откроем, потом уже все поставим по местам. О! Вот это вот суперредкий кот. Вот это да! Какой редкий котик! Ну что, давайте меняться. Кому нужен редкий кот? Пишите мне. Будем пересылать друг другу. И достающий. Так, новая игрушечка. И это у нас заяц из... Ну, погоди, я так понимаю, да? Такой взрослый заяц, я бы сказала. Я его почему-то запомнила более в каком-то младшем возрасте. Это, наверное, уже обновление мультика из нового мультика. Заяц. Ну, хорошо. Такая тоненькая фигурочка. Тоже на подставочке на своей. Стоит руки в боке довольный. Хорошо. Поехали. Следующую. Открываем игрушку. Ой, новенькая. Это у нас попугайчик. Кеша, да? Его, по-моему, зовут. Классный попугай. Очень смешной мультик, конечно. Как он мухлевал постоянно, халтурил, не работал. Всегда прибеднялся, я бы сказала. Здоровский мультик. Яркая игрушечка, посмотрите. Много очень цветов использовали. Прям оттенков даже много. Очень-очень качественно. Если бы сделали 3D-игрушки, это бы просто было супер. Так. Новая. Прям как у нас две первые повторки. Потом, смотрите, новая-новая. Лишь бы не сглазить. Это у нас мультик оранжевая корова. Я не помню, как ее Бо, Мо, ее зовут. Что-то, что-то, как-то, Либо или Мо. У нее еще братик есть маленький, да. Это вот сестренка из мультика. Почему именно ее? Мне кажется, там 4 главных персонажа. Ну, или хотя бы дети оба, да, главные персонажи. В этой коллекции почему-то именно ее изобразили. Ну, вот это, мне кажется, самое скромное. Меньше всего здесь цветов. Она такая миниатюрная, маленькая. Ну, тоже неплохая. Очень похожа на себя в мультике. Дальше. Так, вторая повторочка у нас. Попугайчик. И, ну, давай третью. Не надо нам повторку какую-нибудь новенькую, пожалуйста. Опять повторка. Слушайте, очень тяжело будет собрать. Надо прям супер щупать, я уже чувствую. Хотя бы для начала определились мы с теми персонажами, которые у нас изначально попались. Получается, у меня из этой коллекции сейчас только 4 персонажа собрано. Я нужно 12. Целых 12. У нас не хватает Волка, Винни-Пуха, Бременские музыканты, Умка, Карлосон, Пятачок. Много, конечно, персонажей нам не достают. Целых 3 повторки из 7. Это часто. Но знаете, с чем? Я уже когда покупала, подумала, что, скорее всего, так и получится. Потому что в одной партии, понимаете, я купила разом одну партию. Скорее всего, там много повторок мне должно было попасться. Неизбежно. Еще один определенный минус я в этих упаковочках нашла. То, что они, видимо, предполагают все окошко сразу отрывать. Потому что вот именно у попугайчик, посмотрите, как все неаккуратно получается открыть. Видимо, предполагается, что в открытом виде уже потом будут с открытыми окошками эти все игрушечки храниться. А я бы, наверное, хотела все-таки их ворота закрывать, чтобы они не пылились. Так, дальше. Ну что, вот так вот выглядит пока моя коллекция. Очень-очень скромно, я вам уже сказала. И, наверное, не очень аккуратно. В принципе, 200 рублей вот эта коробочка не стоит, ребята. Очень-очень все хлипенько сделано. Я думаю, что Бургер Кингу не стоило так цену гнуть за такую, ну, не очень качественную упаковочку. 200 рублей за нее прям, мне кажется, преступление. Просить 100 прямо, и то 100 даже много, рублей 50 бы нужно было раздавать, чтобы людей стимулировать собирать всю коллекцию. А так, идея хорошая, исполнение прям на три с минусом. Именно коробочки, игрушки мне понравились. Игрушки классные, задумка клевая, союз мультбокс, союз мультфильм, персонажи. Это просто супер. Я бы с удовольствием всех собрала. Ну, и, наверное, и буду, постараюсь собрать. Поэтому пишите, кому нужны вот такие повторки. У кого есть те, которые мне не достают. Будем с вами меняться и заполнять коллекцию союз мультфильма от Бургер Кинга. Не забываем подписаться на Телеграм. Не забываем, напоминаю вам, не навязчиво поставить лайк. Кто забывает это сделать, пожалуйста, бахните лайк. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем пока-пока.